добрый день уважаемые коллеги издательство медиасфера издает медицинские журналы большинство из которых входят в те или иные международные базы данных и индексы цитирования а также в недавно созданный russian science citation index до недавнего времени вся актуальная повестка дня исчерпывалась стремлением отечественных журналов попасть в скопус или web of science но это всего лишь инструменты для развития журнала хотя конечно очень важны и мы решили посмотреть как члены ряд коллегий журналов себе представляет как куда двигаться дальше помимо вхождения в эти базы и вот мы провели опрос среди членов ряд коллегий которые откликнулись 83 члены редакционных коллегий из самых разных журналов вот их обобщенное видение надо сразу заметить что в отличие от чисто академических изданий наши имеют более прикладной характер поэтому члены врачебного сообщества придают больший вес вопросам профессионального развития и коммуникации нежели экспертной роли журналов вот вы видите эти столбики большинство респондентов выделяют две приоритетные цели повышение доверия к журналам и цитируемость эти цели сопряженные но все-таки осознаются как различные цитируемостью все понятно а вот доверие в научных журналах традиционно принято связывать с институтом рецензирования о чем и пойдет речь в этом докладе теперь если взглянуть на статистику из ринц на распределение публикаций по числу цитирований можно заметить что выглядит всероссийский журнал очень сходно вот два лучших акте академических издания от ведущий медицинский журнал а рядом журнал вообще нерецензируемый спектр распределений у всех этих журналов выглядит одинаково подавляющее число статей вообще не цитируется то есть нельзя чисто библиометрически отличить даже лучшие наши журналы от популярных нерецензируемых изданий эта специфика российского контекста она очень тревожна глядя на эту картинку ни один нормальный исследователь владеющий английским языком и ориентированный на серьезную академическую карьеру вряд ли захочет публиковаться на русском языке и моя презентация попытка найти какой-то выход из этой ситуации вот результаты опроса можно интерпретировать таким образом что члены редколлегии чувствуют что большая часть содержания журнала должна состоять из инициируемых редакций материалов и лишь примерно треть объема отводится на тщательно отобранные и но приходящие самотоком оригинальные исследования пока эта ситуация очень далека от того что в реальности вот так в общих чертах мы видим развитие своих журналов прежде всего это постепенное увеличение доли редакционных материалов в сочетании с более строгим отбором оригинальных исследований в строгости отбора можно поуправляться уже сейчас отбирая 1 2 1 2 лучшие статьи для перевода на английский язык и в какой-то момент все оригинальные исследования принятые публикациям будут переводиться то есть таким образом в какой-то момент журнал станет полностью двуязычным что касается оригинальных статей которые могли бы цитироваться поскольку доброкачественный перевод на английский удовольствие не дешевое мы провели в качестве внутреннего аудита дополнительное рецензирование ряда статей уже принятых публикации и одобренных редакциями и отобраны об отобранных ими же для перевода на английский язык здесь показан типичный результат который оценен с помощью структурированной рецензионной формы с количественным подсчетом баллов за каждый раздел вот это конкретная статья набрала 2,6 балла из 10 возможных и это вполне средний результат из того что обычно наблюдается статья кстати говоря недавно из журнала недавно включенного в скопус ну стало ясно что среднее качество представления результатов исследования в общем не удовлетворительные а имеющаяся система рецензирования не решает имеющихся проблем ну вот на этом слайде продолжение структурированной рецензии вы видите особо особенно большое количество претензий у рецензента вызвало раздел результатов исследования что же можно позаимствовать из имеющихся в мире наилучших практик на схеме вот здесь вверху изображено многообразие форм рецензирования в современном мире у всех форм есть свои плюсы и минусы число новых практик постоянно растет и можно сказать что институт рецензирования сейчас претерпевает самую кардинальную трансформацию с момента своего возникновения то что сейчас происходит непрерывный глобальный эксперимент в области рецензирования но у всех этих экспериментов есть общий вектор это внутренний аудит качество рецензирования и тенденция к открытости внутри журнальных процессов с точки зрения управления качеством научного журнала нельзя давать универсальных рецептов но нужно представлять себе что есть для всех журналов три уникальных роли это рецензенты редакторы и авторы и есть вполне понятный набор действий которые в принципе можно предпринимать они обозначены здесь как элементы а также существующие ограничения комбинация элементов и набор стрелочек их соединяющих будут уникальны для каждого журнала но есть набор общих обязательных для всех журналов элементов невозможно всерьез говорить о каком-то управлении журналом в отсутствие налаженной системы электронного документа оборота редакции это на наш взгляд на сегодняшний день минимально возможный технический уровень платформа OGS на которой работает большинство российских журналов и на которой и реализована электронная редакция который пользуется в нашем издательстве так вот эта платформа OGS была создана 18 лет тому назад ну а крупные западные издательства типа Эльзивера внедрили собственные электронные платформы уже больше 20 лет тому назад сегодня вроде бы уже нет особой нужды уговаривать нашей редакции в важности стандартизованного электронного документа оборота для нормального аудита но 15 лет назад нам так и не удалось это внедрить из-за отсутствия понимания дальше совершенно необходимый элемент наличие достаточно подробных инструкций для рецензентов вариантов их множество но главное одно чтобы были хотя бы какие-нибудь доказательств того что формализованные или структурированные рецензии лучше чем написанные в свободной форме этих доказательств нет но структурированные намного удобнее обрабатывать и обобщать проводя аудит еще редактором очень важно вести учет качества рецензирования существуют даже специально созданные и валидизированные опросники для этого но даже простая оценка работы рецензента по пятибалльной шкале лучше чем полное отсутствие в российских редакциях насколько мне известно практика оценки рецензентов пока не очень распространена вот теперь когда у нас есть все указанные элементы мы можем проводить исследование журнальной деятельности и обнаружить всякие сюрпризы как например в представленном исследовании красные столбики это то что редакторы считают важным важным чтобы было отражено в представленной рукописи а синие столбики это то что кажется важным рецензентом если легко заметить сильное несоответствие между тем что считают важным редакторы и тем что считают важным рецензенты еще можно проверить своих рецензентов на предмет их способности выявлять ошибки в рукописях вот в этой публикации авторы сделали это путем намеренного внедрения ряда ошибок и потом разослали эти рукописи с внедренными ошибками большому числу своих рецензентов увы плохо они справляются с выявлением ошибок самые строгие ошибки самые строгие извините рецензенты выявляют примерно треть ошибок а не строгие те кто сходу рекомендует принять рукопись и вовсе всего 17 процентов американские рентгенологи как-то провели и опубликовали аудит качество рецензирования своего журнала из почти десяти тысяч рецензий на статьи за пятилетний период кстати попробуйте проделать такую работу в отсутствие электронной редакции в результате обнаружили что низкокачественные рецензии намного чаще рекомендовали принять статьи к публикации без особых исправлений и они сделали вывод что нуждаются в большем количестве хороших рецензентов которых можно заполучить только образовывая и привлекая для этого молодежь приведенные примеры а также множество других исследований наводит на мысль о необходимости делать специальные тренинги для рецензентов некоторые вот как автор скопированного здесь слайда давно одного очень уважаемого европейского эксперта предлагают определить даже набор компетенций для рецензента вот в дополнение к его предметной деятельности видите какое количество дополнительных компетенций считает важным уважаемый европейский эксперт но тем не менее есть отчетливая тенденция все больше появляется аналитических публикаций вот одна из них представлена на этом слайде который выдвигает очень серьезные аргументы в пользу профессионализации рецензирования я всем настоятельно рекомендую ознакомиться с большим прошлогодним опросом двух с половиной тысяч рецензентов которые провело издательство вайли исследование лежит в открытом доступе но довольно большое я привлеку внимание лишь к некоторым его аспектам вот здесь зафиксирован факт что издательство вайли периодически проводит тренинги для рецензентов и больше трех четверти респондентов находят их весьма полезными как показывает опрос наибольший интерес вызывает общие вопросы как лучше оформить рецензию и дать конструктивные рекомендации а наименьший интерес вопросы управления конфликтом интересов и современные рекомендации публикационным стандартам но как показывает жизнь вопросы которым обучаемые проявляют наименьший интерес как раз именно то в чем они в наибольшей степени нуждаются наиболее интересные ответы о мотивации рецензентов финансовые стимулы вполне ожидаемо далеко не на первом месте важнее всего для рецензентов получить обратную связь от журнала по качеству рецензии и принятому по статье решению а не менее важно получить от журнала свидетельство или сертификат о самом факте рецензирования несколько слов о научных редакторах журнала в конце концов именно они они рецензенты ответственны за пропуск ошибок и недочетов в научных статьях необходимость формализации компетенции научных редакторов уже давно назрела и группа канадских ученых взяла на себя труд по систематизации всех образовательных программ и написанию набора компетенций для научных редакторов они обосновали потребность в годичной университетской учебной программе и даже запустили такой курс под названием журналология список компетенций получился очень впечатляющий вот они выделили 203 компетенции разбитые на 7 разделов работа с авторами работа с рецензентами публикационные процессы продвижение журналов редактирование как таковое публикационная этика и личные характеристики из опыта скажу вам что очень редко в каком отдельно взятом журнале есть набор сотрудников по совокупности владеющих всеми указанными компетенциями это можно реализовать только в агломерации состоящие наверное минимум из пяти или десяти журналов такова на мой взгляд минимально жизнеспособная журнальная экосистема именно по этой причине чтобы обеспечить методологическую поддержку редакционной деятельности было решено организовать у нас объединенную редакцию у нас намечена программа работ и регулярных встреч первые из которых пройдет в сентябре этого года и наконец последнее но может быть самое важное если речь идет о профессиональном профессионализации рецензирования нужны инструменты и институты и они появляются вот эта пионерская работа вышедшая два года назад разработала и обосновала r-индекс качество рецензирования как количественный показатель индивидуальных академических достижений в области рецензирования то есть по аналогии с индексом хирше пупа в области публикаций формула расчета r-индекса учитывает импакт-фактор журнала для которого делалась рецензия качество рецензия и объем рецензируемой рукописи но наибольший вес вот в расчете этого индекса придается не импакт-фактору а именно качество рецензии таким образом рецензируя даже в низкоимпактных журналах но делая качественные рецензии рецензент имеет возможность заработать довольно высокий r-индекс такой же высокий как у ведущих рецензентов которые рецензируют только для самых знаменитых журналов типа nature проблема объективизации и выведения в публичное пространство усилий ученых по рецензированию прекрасно на наш взгляд решена в новой но уже очень популярной международной платформе поблонс в ней зарегистрировалось уже свыше 50 тысяч рецензентов из более чем 7 тысяч журналов и мы решили тоже поддержать это это начинание и присоединиться к этой платформе даже работали специальный плагин для нашей редакционной платформы которая позволяет рецензентам непосредственно взаимодействовать с платформой поблонс платформа поблонс в большей степени предназначена все-таки для рецензентов и каждый зарегистрировавшийся на ней потенциальный рецензент может собирать баллы за проведенные рецензии причем в самых разных изданиях вот это старичная страничка рецензента журналы лишь верифицируют сам факт проведения рецензии система позволяет по желанию рецензента либо открыто публиковать рецензию если журнал не возражает или просто зафиксировать сам факт рецензирования журнал интегрированный с платформой поблонс видит на своей страничке статистику и по рецензиям и по проведенным и по рецензентам и по проведенным рецензиям а может также привлекать новых рецензентов основываясь на изучении их индивидуальных страничек которые отражают всю полноту их рецензионной активности вероятно в будущем эта платформа будучи сопряжена с расчетом индивидуальных метрик станет основой для учета академического вклада ученых когда они выступают в роли рецензентов ну и в заключение хочу порекомендовать очень полезный и информативный ресурс по рецензированию который был финансирован и был основан на специальной европейской рамочной программе посвященной научному рецензированию благодарю за внимание